Проведение художественных выставок из серии «Православная культура» в Орехово-Зуеве стало доброй традицией. Каждая из них имеет свое название. Эта выставка посвящена перспективам православной культуры, поэтому мы в этом году собрали работы иконописцев современных. Это новые иконостасы, которые сделаны в основном в Москве и Подмосковье, в том числе и даже на Лубянке в страшных подвалах. На выставке нашлось место живописи, керамики, фотографии и вышиванию бисером. Каждая выставка из года в год, а в этом году у нас юбилей, десятилетие, всегда действительно яркая, пышная, разноцветная и всегда обновляется. Как обновляется человек, возрастает в возрасте, возрастает в разуме, так и у нас выставка становится все лучше и лучше. Конечно, благодаря нашим художникам, живописцам, не только нашего района и города, но и Подмосковье. Мы очень довольны этим, что мы дружим, общаемся, и они раскрывают и не только свои таланты здесь, но и показывают, насколько красочен наш мир. Посетители выставки смогли увидеть творение большого количества людей из разных уголков Подмосковья. Среди них и работы Геннадия Ракитина. Желательно, чтобы такого не было больше. Желательно, чтобы в этих местах люди были, жили, не бросали свои дома, земли. Картину, которую я хочу на следующую выставку выставить, мое воспоминание детства. Там тоже, когда вот маму за день прогула, не по ее вине, пять лет посадили, а мне пришлось в детдом попасть, понимаете? И вот это, когда я на станции хотел передать картошку, понимаете, и крестик, чтобы Боженко ее спасал. В открытии выставки приняли участие иконописцы, живописцы, мастера декоративно-прикладного искусства, художники-монументалисты, архитекторы, представители Орехово-Зуевского благочиния. Среди почетных гостей депутат Московской областной думы и руководитель администрации городского округа. Работа уникальная, действительно, я не ожидал такой спектра работ и православные направления, и наши города, улицы, и вот даже художник из Армении есть. И действительно, это очень здорово, когда проходят такие выставки в малом городе. Сегодня слова благодарности руководителям города, кто это организовал все, Михаилу Михайловичу, который уже ведет этот проект несколько лет. Ну и всем, кто участвовал, тоже слова благодарности. Московская областная дума всегда будет поддерживать и в этом направлении, мы союзники вместе будем работать. И очень приятно, что этим занимаются и благочиния, и молодежь Орехово-Зуева. Это и патриотическое воспитание, и культурное, и прежде всего с этого начинается любовь к малой родине. Православная культура – это не стилизация под архаику, а живой организм, находящийся в движении, обретающий новые формы и направления. Организаторы хотели показать, как традиционные православные ценности усилиями современных мастеров и художников оформляются в произведениях искусства и архитектуры, которые в свою очередь формируют новую художественную среду. Спасибо.